Всем привет! Меня зовут Таня, кто еще не знает. Сегодня я хочу вам показать свои бюджетные покупки. Это вот такая вот гора различной косметики, декоративной, но в основном это уход. Давайте я буду показывать и рассказывать. Первое, что я взяла, это вот такая вот соль для ванны. Мне нравится брать соль для ванны именно в баночках, потому что это очень красиво смотрится на ванне. Это как обычная соль с запахом мандарины и милиции. Она очень вкусно пахнет, но пахнет, можно сказать, это только в ванночке. В ванне практически не ощущается аромат от цвета, она дает вот такой вот желтенький. В принципе, обычная соль, ничего особенного, но за баночку я готова ее покупать. Дальше я купила шампунь и ополаскатель от марки LB, наверное. Как-то так читается. На эту марку вообще я заглядывалась очень давно, когда только переехала в Санкт-Петербург. Эта марка продается в обычных магазинах. Она изготовитель Финляндия. Эта марка гипоаллергенная и подходит даже чувствительной коже головы. У меня это гипоаллергенный шампунь-бальзам для волос, гель для душа 3 в 1. И успокаивающий кондиционер для чувствительной кожи головы. Я ими уже пользовалась. Мне, в принципе, нравится. Но мне больше нравится использовать отдельно шампунь, так как в нем уже есть бальзам. И когда используешь их в тандеме, вот эти два средства, волосы себя ощущают чистыми всего лишь 2 дня. И на второй день вечером их уже пора мыть. С одним же шампунем волосы чистыми находятся до 3 дней. И поэтому этим ополаскателем я пользуюсь другими шампунями. Дальше я взяла несколько продуктов от чистой линии. Это у меня гель для душа с мятой и соком алоэ. Я им еще не пользовалась, но у него просто божественный аромат. Он очень освежает. И я прям тащусь от него. Мне этот аромат что-то напоминает, но я не могу понять, что. Очень знакомый такой свежий, какой-то свежезелено-мятный аромат. Аромат действительно очень хороший. Потом в пустых баночках или фаворитах, если, конечно, он мне понравится по мыльным свойствам, обязательно покажу вам его еще раз. Следующий продукт от чистой линии. Это была вот такая мицеллярная вода. Моя мицеллярная вода от La Roche-Posay практически подходит к концу. Я купила вот такую вот замену попробовать. Я люблю пробовать разные марки. Ищу что-то новое и бюджетное, и также небюджетное. Эту мицеллярную водичку я уже использовала несколько раз. Она не раздражает глаза. Хорошо снимает макияж. Водостойки пока я еще не пробовала. Если хотите, я сниму видео тест-драйв, как делала это в прошлый раз. Сейчас чисто на мицеллярную воду протестируем полулица водостойких продуктов, полулица неводостойких продуктов. Пишите в комментариях, если вы хотите такое видео. Еще одним средством от чистой линии было репейное масло. Как вы знаете, до Нового года я подстригла свои волосы. Хоть они у меня были по талию. Сейчас я их обратно рощу. Но сейчас весна, и волосы также страдают от нехватки витаминов. И они немного лезут. Поэтому взяла попробовать это репейное масло. Надеюсь, оно будет способствовать уменьшению выпадения волос. Протестирую, попробую. Потом вам о нем подробнее расскажу. Еще, когда я снимала ролик про Невские берега, я забыла вам показать вот такой вот бальзам для губ. Это отличный бальзам для губ, который поддерживает мои губки в отличном состоянии. Они у меня в последнее время вообще без корочек. Помимо этого бальзама я, конечно же, пользуюсь и скрабами для губ. Но этот бальзам я наношу на ночь. И ваши губки с утра просто в превосходном состоянии. Напитанные, увлажненные. У меня это с ароматом кокоса. Он пахнет божественно кокосом. Мне очень нравится этот аромат. Вообще люблю кокос. Вот так вот он выглядит. Я обязательно напишу обзор в блоге. Небольшой кратенький обзор я уже оставляла в Инстаграме. Кто еще не подписан на Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Еще две было покупочки от марки The Face Shop. Это вот такой вот карандаш синего оттенка, гелевый. Не знаю, будет видно. Вот такой вот оттенок. Не знаю, почему-то захотелось мне синий карандаш. И вот такие вот милые румяна. Ой, блин. Вот так ногтем можно сковернуть румяна. Они очень такие нежные. Они отлично подойдут, я думаю, на зимний, скорее всего, период времени. Я их уже купила давно, но все никак не могла вам их показать. И следующие покупки я совершала в магазине Подружка. Это два косметических продукта от марки Evelyn Cosmetics. Это тушь, на которую я уже делала обзор в своем блоге. Ссылочку я оставлю под видео. Также база по тени. Ее я уже пробовала, но еще не писала никакого обзора. Она имеет бежевый такой оттенок. Хорошо распределяется. Тени на нее ложатся очень хорошо. Дальше. Несколько продуктов от марки Essence. Я взяла себе вот такую помаду в оттенке 26 Long Lasting. Вот такого вот цвета. Мне эти помады очень нравятся. Они кремовые, хорошо лежат. И ими я очень довольна. У меня уже была такая помада, только в другом оттенке. Взяла я еще для снятия лака. Вот такие вот салфеточки. Еще их не пробовала. Но я думаю, они работают на 100%. Потому что что-то подобное я уже пробовала. И взяла вот такую вот базу от Essence. Называется Essence Gel Nail Polish Bass Coat. Могу сказать, что эта база подходит мне под все лаки. И как-то я не сильно довольна осталась ей. Ей значительно лучшей базой за такие же деньги. И взяла я несколько масочек. Вот так вот они выглядели. Одну масочку я уже израсходовала с вулканическим пеклом вроде бы. Осталась у меня вот такая вот молочная масочка. И с рисунком выдры. Если хотите, то вот эту маску мы можем открыть вместе с вами. И попробовать ее вместе. Я думаю, будет очень забавно. Или могу снять какой-нибудь небольшой ролик для Инстаграма. Это были все покупки. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Также задавайте комментарии. Пишите вопросы на различные темы. Я обязательно вам отвечу. На этом все. Пока-пока. 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 Пока-пока.